Вы выдвинули очень мудрый, перспективный призыв к миллионному городу, миллион деревьев. Отличная идея. А дальше он говорит, что вот в Ленинском районе построили и реставрировали 11 скверов, а у нас в Северном только слова. Сейчас в Ленинском делают сквер с лабиринтами за 9 миллионов, даже знает денег, то есть сколько денег, а мы живем без сквера. Мини-парк 400-летий не соответствует числу жителей Северного района. Он мал по площади, ну и значит просят еще больше деревьев в Советском районе насаживаться. Безусловно, будут насаживаться деревья в Советском районе, в Советский район наиболее нуждается в том, чтобы его оценение было в словах читателя. Звучит мудрая мысль, которая говорит о том, что пределят того района, оценивают, как обстоят дела другого района. Мы вообще думаем над тем, чтобы сделать, вернуть в хорошем смысле соревнования между администрациями районов, одним из показателей которых являлась бы в том числе и работа по кругу устройства и заединению территории города. Для того, чтобы руководители районных администраций стремились, так сказать, проявить себя, и организовать работу со спонсорами, с бюджетными деньгами таким образом, чтобы добиваться больших результатов. Хочу сказать, что город Красноярск уже неоднократно принимал участие в отпусках на самый глубоко устроенный город России и добивался, как мы знаем, в предыдущие годы очень серьезных результатов. Это очень почетно и очень важно для нашего города. Я думаю, что такое соревнование на районном уровне, если мы организуем, это даст дополнительный импульс для того, чтобы проявлять инициативу и работникам администрации, и жителям районов города. Но возвращаясь к теме Советского района, хочу сказать, что давайте мы создадим 5-4 саблетий. Это будет площадка по площади, равная Центральному парку культуры и отдыха. Это достаточно большая площадка. Если мы ее, так сказать, хорошо сделаем, это будет отличное место отдыха для жителей, в том числе и жилого района Севера. Я согласен сочетать, что одного отдыха этого сквера недостаточно, но я все-таки сторонник не распыляться, а браться за какое-то дело, и вот они до конца, после чего перекладить к степени. Поэтому хочу, так сказать, озвучить свои планы. А цель, смысл этих планов заключается в том, что мы стараемся сделать так, чтобы весь сквер улицы Октябрьской и Главлянской церкви в этом году уже превратился в зеленое пространство. Пусть, может быть, без до конца благоустроенных дорожек, пусть в некоторых местах у нас еще не будет освещения, может быть, может быть, не все зеленые насаждения удастся формировать, но все это пространство в равной мере уже должно быть... На всем этом пространстве в равной мере уже должны появиться деревья и кустарники. Вот такова задача, которая стоит перед нами на этот год. Несмотря на это, конечно же, это не единственный институт, который Советский правитель будет создаваться. В каждом правительстве города 7-10 зеленых уголков будет создано в текущем году. Я хочу лично подтверждение Ваших слов о том, что люди готовы соревноваться районами. Продолжение следует...